Такой свадьбы Кишинёв ещё не видит. Еврейские свадьбы бывали, революционные бывали, но еврейско-революционная была первая. Гости со стороны невесты пришли пешком. Гости со стороны жениха приехали на тачанке. Согласно еврейской традиции, свадьбу нужно было играть в помещении, состоящем из двух частей, мужской и женской. Особого выбора не было. Играли в городской бане. На мужской половине родственники жениха, на женской родственники невесты. Хуба была. Но, учитывая тяжёлый текущий момент, она была изготовлена из транспаранта, растянутого над баней. Товарищи, революция не для вшей. Гоните их за шею. Как и полагается, жених стоял под хубой и читал манифест коммунистической партии на память. Как и полагается, невеста семь раз обошла вокруг жениха. Но так как хуба, простите, транспарант, была растянута по периметру здания, то получилось, что невеста семь раз обошла вокруг бани. В конце концов, на палец невесты была надета революционная гайка от бронепоезда. Кантор хоральной синагоги затянул интернационал на идиш. И гости потянулись к праздничным лавкам, на которых стояли шайка с мацой и лейка с молдавским вином. Как и полагается, на веселой свадьбе все напились, безутешно муравину подарили буденовку и веселые разошлись по домам. Гости невесты пешком, а гости жениха на тачанках новая эра вступала в свои права. Продолжение следует...